За какое время вы сможете заполнить вот такой скетчбук? А вот такой? А что насчет вот такого скетчбука? Всем привет! В этом видео я вместе с вами попробую заполнить самый маленький скетчбук, который у меня когда-либо был. Заодно и проверим, сколько займет процесс заполнения такого крохи. Если вам интересно, то скорее ставьте лайк авансом и поехали! Этот крошка-скетчбук у меня появился благодаря вам. Вы мне его посоветовали в одном из видео про лучшие арт-материалы с Wildberries. Размер у него 5 на 5 сантиметров. Я его уже показала относительно других скетчбуков, вот, например, в сравнении с квадратным скетчмаркер 12 на 12, насколько он меньше. Бумага внутри акварельная, скорее всего, бренда Paul Rubens 50% хлопка. Здесь у нас 30 листов или 60 страниц. И, наконец-то, я придумала, что мне на них нарисовать. Я решила, что маленькому скетчбуку маленькие животные. И планирую заполнить этот скетчбук маленькими зверятами так, чтобы на каждой новой странице был новый зверек. Чтобы животные не повторялись. Я уже создала на Пинтересте доску и пособирала в нее фотографии разных маленьких животных. Потому что из головы придумать 60 видов животных просто так будет сложно, конечно. Думаю, что начать будет логично, разумеется, с маскота моего канала и моего любимого животного, с красной панды. Давайте что-нибудь придумаем. Первый листочек у нас тут как-то совсем заклеен. Мне кажется, его нельзя никак отогнуть. А здесь форзац, здесь нельзя еще рисовать. Я даже не знаю, как удобно его положить, потому что я вот так вот кладу. Но неудобно вот сюда нажимать, он переворачивается. Потому что видите, как он кладется. Вот так вот только попробую подложить другие скетчбуки, чтобы рисовать как-то на левой стороне. Из-за того, что мне приходится вот этой рукой левой сильно держать скетчбук, получается, рука устает, левая быстрее, чем правая. Новый вопрос, как стирать? Потому что большим ластиком, конечно, не сильно удобно. Можно, конечно, но я вот полглаза, например, случайно снесла, стирая лапку. Он немножко не понимает, что он делает в таком крошечном скетчбуке. Как я не понимаю, что я делаю в таком крошечном скетчбуке? Вы не представляете, чего мне стоило вот так вот аккуратно в разложенном виде уложить этот скетчбук. Я в итоге прицепила прищепки с двух сторон. И вот прищепку свободной стороны я зацепила за корешок другого скетчбука. Иначе он просто вот так вот все делает. Непонятно, как размывать заливку в ноль, потому что нет много пространства тоже для маневра. Может, я слишком большую кисточку взяла? Не знаю. Вроде она небольшая и с острым кончиком. Вот хвост. Большая заливка без особой детализации, поэтому с хвостом чуть-чуть попроще, конечно. Ну, я, если честно, рассчитывала, что процесс будет поприятнее. Нет, это вообще неприятно. Я ненавижу детализацию крошечную прорабатывать. И, видимо, этот челлендж будет для меня еще более адовым, чем я предполагала. Когда я заканчивала первого зверька, у меня краска вообще не ложилась так, как мне бы хотелось. Где я хотела размыть и сделать пушистость, получалась ровная грань. Пришлось сделать третий слой с уточнениями совсем темной краской и добавить такие условные контуры. Графично нарисовать шерстинки. Но тут же мне пришла и мысль, что идеально нарисовать на таком формате не получится. По крайней мере, точно не с первого раза. Потому что никогда я в таком крошечном скетчбуке не работала. Не то, что в скетчбуке, в принципе, на таких маленьких форматах. Так что это и нелогично требовать от себя сразу хорошего результата. Нужно спокойно отнестись к тому, что первый зверек совсем не соответствовал моим ожиданиям. Тем не менее, для второго разворота я все же взяла зверят без шерсти, чтобы мне было проще привыкнуть к формату и было меньше усложняющих факторов. И выбрала жабу и лягушку. Справа лягушонок сидит на камне, поэтому заодно там я посмотрела, стоит ли мне использовать гранулирующие краски, или на таком крошечном формате они неуместны. Показалось в итоге, что да, лучше от грануляшек здесь воздержаться, хотя распад получается не такой уж и выраженный. Просто вот этот мелкий шум в работе на таком маленьком формате не нужен. Лягушками я тоже не очень довольна. Я тут все еще не контролировала количество воды на кисти, поэтому у многих заливок и пятнышек есть кайма, которая мне не нравится. Но я решила и дальше пойти по таким не пушистым животным, и неожиданно для себя выбрала крокодила. Я вообще не люблю крокодилов, мне они кажутся очень пугающими. Еще я подумала, что такого великана можно сочетать с кем-то очень маленьким, чтобы все же держать на каждом развороте по два животных. И посадила ему на нос крошечную улитку. Не знаю, насколько это имеет смысл с точки зрения природы, и пересекаются ли крокодилы с улитками, но мне это показалось милым, и крокодильчик вот немного удивлен. Может, только на моем рисунке он впервые улитку и увидел. Здесь я дала себе волю в плане цвета. Крокодилы очень симпатично переливаются на свету. Так неявно, спокойно. Но в их коже можно найти все оттенки радуги. И я протянула его от зеленого через красный и фиолетовый к синему. Этот рисунок явно дал мне понять, что смелость с цветом – это ключ к интересным картинкам в маленьком формате. Потому что детали тут не проработаешь особо. А вот красивое цветовое сочетание уже само по себе оставляет яркое впечатление. Накидываешь рядом сочетающиеся пятна, и все. Работа уже удалась минимум процентов на 60. Я тут, конечно, поковырялась тоже в деталях. Грех было не попробовать передать кожу крокодила. И в итоге он мне так понравился, что вдохновил меня, что у меня может что-то получиться дальше. И на следующих разворотах еще не все потеряно. Стилизация тут тоже получилась удачно, и крокодильчик вполне похож на персонажа какого-то мультика или сказки. Кстати, если вы тоже набираетесь вдохновения от моего видео и хотите нарисовать иллюстрацию к какой-то сказке, то у вас есть отличный повод. Магазин Леонардо проводит всероссийский конкурс детского рисунка на тему иллюстрация к любимой сказке. Для детей от 5 до 17 лет. Вы можете выбрать любую сказку народов мира или любого автора. По технике рисунка ограничений также нет. Рисуйте своими самыми любимыми графическими или живописными материалами. Разве что рисунок должен быть обязательно выполнен на бумаге, не в диджитал. Прислать работу можно до 15 февраля, после чего будут выбраны победители в 4 возрастных группах. При победе на первом этапе призеров будут ждать сертификаты в магазин Леонардо. А во втором этапе конкурса можно будет побороться за смартфон. На сайте Леонардо есть галерея работ участников всех возрастов. Можно посмотреть и вдохновиться. За подробной информацией и правилами конкурса переходите по ссылке в описании. Вдохновляйтесь и рисуйте. Ну а я вернусь к скетчбуку. После крокодила я решила, что чтобы ускорить процесс, нужно проработать несколько разворотов наперед в карандаше, и потом залпом красить их акварелью. На хорошем настроении я решила нарисовать попужек. Попушки всегда милые, и тут уже я снова попробовала по-мокрому сделать какие-то пятна. Вышло лучше, чем на первой странице с пандой, но все еще что-то меня не устраивало в этих птичках, будто чего-то им не хватает. Пошла я дальше по птицам, нарисовала гуся и цыпленка. На этом развороте зародилась еще одна композиционная идея. Сочетание большого зверя на одной странице и крошечного на другой. Ну, гуся я, конечно, громко назвала большим зверем, просто в плане композиции и разворота он большой элемент. Цыпленка мне хотелось сделать вот вообще просто с желтой каплей краски, мягко расплывшейся, с глазками. То, чего я не смогла показать на канарейке на предыдущей странице. Нарисовала ему глазки-точки, ножки-палочки, и довольна. Как говорится, the less is more, меньше-больше. А на гусе я снова подтвердила свою теорию о том, что цветовое разнообразие пятен, неоднородная по цвету заливка, украшает такие крошечные скетчи. Дальше я не могла отделаться от того, как же мне нравится тот крокодил. И решила сделать еще один подобный разворот с гекконом и гусеницей. И как же я намучилась с лицом геккона. Они же в интернете известны своими милашными моськами, вечно улыбаются, умиляются. И я пыталась повторить четко по фотографии, впервые рисуя это животное в таком маленьком формате. И в итоге я перерисовывала его раз пять. И так и осталась недовольна. Это оказалось очень сложное и неуловимое такое лицо. Из плюсов, наверное, что я вынесла из этих мучений с перерисовкой лица геккона, это напоминание самой себе, что не надо зацикливаться на первом варианте скетча и всегда лучше перерисовать, если что-то не устраивает. Не надо бояться и лениться исправлять больше одного раза. Это важно. Первые пробы рисовались прям четко по фотографии. Потом я все же решила уйти опять в стилизацию, будто из прошлых разворотов урок не выучила, что стилизация облегчает работу в таком маленьком формате. Но в итоге стилизация тоже вышла пугающей. Мне кажется, я немного переборщила с размером глаз. Дальше возвращаюсь к теме птиц. Нарисовала вот таких два внезапных портрета, попугая и орла. Тут опять разнообразие по композиции. Портреты, а не полный рост. И я хотела сделать контраст по цвету. Что-то очень цветастое слева и близкое к черно-белому такое сдержанное справа. Потом совсем неудачный разворот с павлином и калибри. Я не знаю, на что я рассчитывала, пытаясь нарисовать и павлина с его супер детализированным хвостом, и крошечную калибри на таком маленьком листе. Я их и в крупном-то формате с первого раза не нарисую, потому что никогда не рисовала. Ну и вышло немного каша. После таких ярких птиц я решила сделать разворот с черно-белыми ребятами. Пингвин и панда. Совместила их на один разворот именно по цвету, а не по смыслу. Решила, ну а почему бы и нет. Мои попытки по мокрому передать пушистость уже удаются чуть лучше. К девятому развороту все же я начала чувствовать нужное количество воды на кисти и понимать, где лучше поосторожничать, а где можно капнуть водички. Пингвиненок мне очень нравится, а вот панда нет. Ни по исполнению, ни по его позе и настроению он мне совсем не по душе. Чтобы вернуться к удачным рисункам, я подумала, может быть успех крокодила был в том, что это животное, которого я боюсь, и решила дальше нарисовать гиппопотама. Вот кто мне кажется еще более страшным, чем крокодил. Если вы видели бегемота с открытым ртом, это просто, на мой взгляд, вы заглянули в преисподнюю. Мне лично это выглядит очень страшным. Бегемот тоже классно переливается, так что с его цветом можно было поиграть. Рядом я долго не понимала, кого тематически подвязать к бегемоту. Решила пойти по линии таких африканских животных и взяла бородавочника. Сделала его маленьким относительно бегемота. Бородавочник вышел очень недетализированный, но от этого он немного забавный. А вот бегемот сам по себе у меня вышел таким хитрющим и даже злым. Мордашка нарисовалась как-то сама. Не могу определить, нравится мне этот бегемот или нет. Вроде он забавный по характеру, но технически, мне кажется, это провал. Напишите, как вам в комментариях. Дальше я сделала разворот с двумя свинками. Обычный и морской. Думаю, что сама идея тут забавнее, чем итог. Но такой вот разворот все же есть. За ним следует теленок и пчела. Это снова мой любимый вариант композиции, большой и очень маленький. И вот этот разворот, я считаю, стал определяющим. Здесь закончились мои стилистические поиски, и я поняла, я нащупала тот стиль, в котором хочу рисовать всех последующих зверят. Только к двенадцатому развороту, к двадцать второму зверю я это поняла. Это к вопросу, который часто задают новички. Как быстро найти стиль? Сразу ничего не найдется. Стиль, скорее всего, придет сам, но только после определенного количества работы. Так что, если вы чувствуете в своих рисунках что-то не то, что-то стилистически вам не близкое, будто это не ваш почерк, то просто продолжайте рисовать. Со временем вы выделите удачные находки, отсеете неудачные, и стиль сложится как пазл. Что здесь выделила я? Глаза в форме вертикальных штрихов. Это оптимально для такого крошечного формата. Попытка в детализированные глаза неточными заливками и штрихами выглядит гораздо хуже. Также я беру для себя работу по мокрому яркими цветными пятнами на первом слое и последующее частичное уточнение на втором-третьем слое штрихами, имитирующими волоски шерсти и контурами. То есть, по сути, я вывожу цвет и акварельные пятна на главную роль. И как приправу я буду добавлять только щепотку деталей и графичные штрихи. В общем, теленка я считаю максимально удачным. Он мне нравится и тем, что подарил мне понимание стиля и своим соседством с пчелкой слева. На пчеле я впервые использовала линер, кстати, чтобы просто и быстро очертить крылышки. Просто не хотелось все испортить, если бы вдруг акварелью получилась толстая линия. На этом воодушевлении я почему-то решила сделать два разворота с морскими обитателями. Первый с дельфином и осьминогом. Я хотела здесь поиграться с цветом, потому что дельфин вроде бы такой блестящий и осьминог тоже переливающийся. Но получилось не очень, получилось как-то грязно на мой вкус. И второй разворот с таким милым рачком и крабиком. Решила попробовать разворот с двумя крохами и все-таки нет. Контраст большого и маленького выглядит лучше, чем два маленьких персонажа. Не задалось у меня, в общем, с морскими обитателями. И медленно мы подобрались к середине скетчбука. Ура! И здесь два белых малыша. Овечка и козленок. Белую шерсть я обожаю рисовать всеми возможными цветами радуги. Так что тут процесс был такой прям в удовольствии. Ну и удовольствие, конечно, было еще от того, что я дошла до середины скетчбука. Потому что, если честно, я ожидала, что прогресс будет идти быстрее. А скетчбук в итоге заполнялся очень медленно. Причем меня угнетало именно то, что большинство времени, затрачиваемого на один разворот, это просто ожидание, пока высохнет акварель. Из-за того, что формат маленький, прокрыть заливку получается довольно быстро. Но вот потом ты сидишь и минут 7 ждешь, пока все точно высохнет, чтобы проложить по сухому штрихи и ничего не испортить. Примерно здесь я начала закипать и начала пользоваться феном, чтобы ускорить весь процесс высыхания. Хотя обычно я так не делаю, потому что можно случайно сдуть какую-нибудь каплю и все испортить. Тем более, это было бы страшно в таком маленьком формате. Но я начинала работать феном так издалека, аккуратно, и со временем привыкла, и так упрощала себе работу. И даже с феном один разворот у меня занимал где-то минут 25-30, без учета карандашного эскиза, только покрас акварелью. Следующий разворот выражает мое отчаяние в том, чтобы подбирать зверят в пары как-то тематически. Так что я не могу объяснить, почему тут носорог и фенек. Вот просто захотелось в тот момент их нарисовать. Возможно, потому что они созвучны, я сейчас произнесла и поняла это. Этот разворот, наверное, выражает пик моей усталости от этого челленджа, потому что, ну, как без этого? Даже от работы, которая тебе очень нравится, можно устать. Жаль, что фенек от этого получился очень безжизненным. Но вот носорожка вроде бы ничего. После я за кадром нарисовала разворот с зеброй и черепашкой, которая пытается зебру догнать. Несмотря на то, что черепашка тут гораздо меньше зебры, получилась она как-то аккуратнее, детализированнее и симпатичнее. С зеброй получилась немного какая-то каша из-за полосок. Еще разворот с лисичкой и ежиком, которые в недоумении смотрят друг на друга. Эти двое мне прям очень нравятся. Оба вышли хорошенькие. На следующей странице начинаю красить опоссумы и голубя. Вообще не люблю опоссумов. Для меня они похожи на крыс, которых я боюсь. Но они достаточно мемные. И я подумала, что это возможность нарисовать зверька с ярко выраженной эмоцией. Вышло, разумеется, не так хорошо, как мне это представлялось. Потому что все предыдущие зверьки были безэмоциональными. Плюс вот эти глазки, черточки эмоций вообще не выражают. Поэтому рот нужно было рисовать максимально точно передающим эмоцию. И у меня не вышло. У меня опоссум просто орет на голубя. Но не ясно, он напуган или что с ним вообще происходит. Я потом еще добавила ему зубки линером. Но ситуацию это не спасло. Следующий разворот меня порадовал больше. Тут морской котик и морж. И какие же они оба милахи. Я снова вдоволь поигралась с цветными пятнами, разными смесями бежевого и синего. На котике более светлого тона, а на морже прямо с темными. Плюс мне нравится их геометричная стилизация. Очень простые, но интересные формы. И тут я подумала, да они же идеальные стикеры. Прям вот бери и клей в ежедневник. И решила, что хочу по итогам этого челленджа сделать стикер пак с самыми удачными зверятами. Я пока не знаю, сколько именно стикеров я отберу, какого формата они будут и сколько будут стоить. Но я уже работаю над макетом. Если вам интересно будет подождать эти стикеры и приобрести их, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал или паблик в ВК. Там новости о мерче выходят быстрее всего. Также приглашаю вас заклинуть в ВК в раздел товаров. И ознакомиться с тем, что можно приобрести уже сейчас. По теме зверят у меня есть очень яркий Зин. Такой мини-журнал, имитация моего скетчбука, в котором собраны мои любимые акварельные рисунки с мемными собаками. А также есть открытки со зверятами, которые можно подарить на любой праздник себе или близким. Обязательно заходите и знакомьтесь. Также буду рада видеть вас на моем Бусти. Там по подписке за символическую цену вы можете получить доступ более чем к 40 эксклюзивным видео, которых на Ютубе не было и не будет. Это распаковки посылок, обзоры на дешевую акварель и процесс рисования греческих богинь с пересказом легенд о них. Добро пожаловать! Я очень вас жду! А если у вас нет возможности материально поддержать мое творчество, то я всегда благодарна за поддержку лайком и комментариям. В любом случае, большое спасибо! Пока мы с вами говорили про мерч, я накидала уже еще и олененка с мишкой. Мишка, по-моему, просто очароваха, такое коричневое пятно с глазками. Именно так я изначально и хотела видеть всех зверят в альбоме, а начало получаться вот уже ближе к концу скетчбука. За удачным разворотом снова идет неудачный. Коала и тукан. Тут даже не хочется на них задерживаться. Дальше броненосец и утконос. Получился снова разворот с двумя малышами, но он гораздо лучше, чем с крабом и раком. Тут сами зверята, что ли, получились более живые. Я заметила, что скетчбук подходит к завершению. Осталось 6 разворотов, а значит, можно уже не искать каких-то непопулярных зверят и можно расчехлять тяжелую мемную артиллерию. Так что здесь у нас капибара и квокка. Капибара вообще была суперпростой, с мандаринкой на носу. Их рисовать мне в удовольствие. И она хорошо получилась, потому что я их рисую далеко не в первый раз. Они у меня, кстати, и на открытках тоже есть. Квокку же я рисовала в первый раз. Возможно, по мордочке она в итоге не очень узнается. Больше похоже просто на большую мышь или хомяка. Но главное, что я передала милый характер этой улыбашке. Еще я весь челлендж хотела порисовать слона, но не знала, как вместить его в такой маленький формат и с кем в пару поставить. В Пинтересте выпал в подборке каракал, и я почему-то нарисовала его. Смысла в этой паре на этом развороте не ищите. Тут опять немного рандом. Дальше снова мои любимки, которых я оставила под конец. Сурикат и ленивец. Их я объединила по принципу худой и толстенький. Думала, будет смешной контраст с тройняшки высокого суриката и толстячка-ленивца. Но в итоге идея передана не очень хорошо, и сами зверята вышли тоже средние. Это обидно, потому что сурикатов я прям обожаю. И хотелось показать его хорошо. Наверное, сказалась моя усталость от этого скетчбука. И даже несмотря на то, что я под конец начала рисовать своих самых любимых животных, мне было тяжеловато удерживать внимание. Это вообще было самой неожиданной трудностью в процессе. Я ожидала, что будет трудно работать на маленьком формате, да. Но еще оказалось сложно постоянно переключать внимание от одного зверька к другому. Оказалось, что мне лично проще взять большую работу и засесть за нее на какое-то время, там, на несколько часов. А здесь малюсенькие скетчи минут на 30, и нужно постоянно переключаться. Оп, медведь. Оп, коала. Оп, птица. Оп, надо придумать, кто следующий, чтобы разворот имел какую-то логику, и животное не повторялось. Возможно, из-за этого этот челлендж у меня сильно растянулся по времени. В теории можно было там заполнить половину скетчбука за день, если смотреть сухо по времени. Но моему мозгу было очень сложно сгенерировать 30 разных животных, чтобы это были удачные маленькие картинки, хоть с какой-то идеей. Так что этот путь получился гораздо более тернистым, чем я ожидала, и гораздо более тернистым, чем ты представляешь, когда слышишь, что на один скетч уходит 30 минут. Ну, подумаешь, 30 минут. А так-то основное твое внимание и концентрация уходит именно на продумывание заранее разворотов. И поиски зверенка именно в его стилизации и так далее. Опять, пока говорила, уже переключилась на следующий разворот. Тут волк и тигр, и вы сами можете выбрать, кто из них в цирке не выступает. Тигра рисовать в таком формате оказалось сложнее, чем слона, потому что полоски, конечно, сложно проработать. И в итоге они сильно ребят в глазу. Не знаю, почему я не вынесла урок после зебры и не ограничилась буквально там двумя-тремя полосками на теле. Волчок тут получился гораздо удачнее, очень милый и минималистичный. Предпоследний разворот, и я вспомнила, что в компанию к крокодилу и геккону я хотела добавить змеюку. Не люблю, опять же, змей, но если нарисовать минималистично, то может получиться мило. Не понимаю, получилось или нет. Рядом с ней заяц, которого я выбрала тоже немного рандомно. Он стоит и обалдевает от своего соседства со змеей, но вроде бы она не агрессивная и заяца не обидит. На последнем развороте я хотела зафиналить весь челлендж с собакой или котом, чтобы они наконец-то тут появились. Решила взять кота, и причем чтобы символично не рандомного кота, а своего кота Ластика. На удивление, мне было трудно найти фотореференс, потому что все сотни его фотографий у меня в телефоне оказались в спящем состоянии пузом кверху. Но вот одну сидячую я все же откопала, и то поворот головы мне пришлось менять. Смотрит Ластик в сторону правой стороны разворота, где улетает от него и из этого скетчбука божья коровка. Опять же, такая композиция за весь челлендж мне полюбилась больше всего, с массеньким насекомым и большим зверем. Поэтому логично было применить ее на финальном развороте. Божью коровку я нарисовала буквально вот пятнышком по мокрому, потом уточнила пятном по сухому и потом детализировала линером. Ластика я тоже детализировала и нарисовала ему полоски, вроде вышла даже круче, чем у тигра два разворота назад. И вот так и закончился мой челлендж по заполнению крошки скетчбука. Я очень счастлива, потому что это было гораздо сложнее, чем я изначально предполагала. Я в процессе боролась с тем, что скетчбук было невозможно удобно положить, он закрывался и переворачивался. Боролась со своим ускользающим вниманием, с акварельными пятнами на крошечном формате. Но в итоге я справилась. Вначале, когда я начала рисовать этот челлендж, я думала, что в выводах ролика обязательно вам скажу ни за что такой скетчбук не покупать и не заполнять. Потому что он неудобный, рисовать некомфортно и процесс очень напряженный. Но когда я сейчас держу в руках полностью заполненный этот микроблокнотик, у меня от него очень теплые чувства, потому что страдания в процессе забываются. А вот такой скетчбук со своей историей, настроением, он остается. Поэтому если вы готовы на сложности процесса, и у вас есть какая-то конкретная идея для такого крошечного скетчбука, то имеет смысл попробовать его заполнить. Все же это не скетчбук для ежедневных зарисовок, это скорее такое пространство именно под какой-то проект и задумку. Вначале я спрашивала, как вы думаете, за сколько я заполню такой крошечный скетчбук? Скажу честно, я рассчитывала на 3-4 дня. В итоге весь челлендж занял у меня полторы недели, 10 дней. Надеюсь, оно того стоило, и это видео вас порадовало и вдохновило. Если это так, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий, я буду очень рада, если видео вам понравилось. Плюс очень надеюсь, что скоро выйдут стикеры с этими зверятами. Так что не забывайте подписаться на телеграм, чтобы не пропустить об этом новости. Подписывайтесь и на канал на ютубе, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте колокольчик, чтобы точно их не пропускать. Спасибо огромное за просмотр, берегите себя и до скорых встреч.